Мне рассказывали об этом наши партнеры, которые занимаются в сфере стоматологических услуг. С очень живыми комментариями. Поэтому я все это помню, так как будто это произошло только что. Мне рассказывали капризных пациентов, которые приходят в клинику и говорят примерно такие слова. Ну что же, уважаемые врачи, материалы у вас самые посредственные, ремонт давно не делали, оборудование так себе. Вот когда ему говорят, слушайте, ну если вам у нас не нравится, идите какую-нибудь другую стоматологическую поликлинику. Он отвечает, посаживай в кресло. Да ладно, и так подойдет. Вот такая издевательская шутка. Но вот в этой ситуации это действительно уже не шутка. Женщина, которая, как ее зовут Ольга? Оксана, да. Оксана, занимает определенный руководящий пост. Пусть этот пост даже небольшой. В доме быта. Счастливый быт называется, предприятия условно. Но она испытывает определенные амбиции. Она хотела бы, чтобы ей сделали протезирование зубов, то есть это пломбирование зубов по самому высокому качеству. Между тем, организация, которая приобрела полис добровольного медицинского страхования, приобрела услуги достаточно среднего качества. Не самые лучшие материалы. И выбрала поликлинику, которая предлагает услуги не слишком дорогие. Хотя иногда при дороговизне услуг из этого автоматически не следует, что эти услуги будут самые качественные. Но как стала себя вести Оксана? Она в ультимативной форме потребовала, чтобы ей было сделано пломбирование зубов из материалов самого лучшего качества, которые с наличием. Приглашенный администратор... Как ее зовут? Дополните, пожалуйста. Вера. Вера, Вера, целиком делегировала вопрос врачу-донтисту Георгию. Давайте я возьму на себя роль Георгия. Да? Кто будет играть роль растяженной клиентки, требовательной? Врачей, за полуэпс, собирай. Давайте сначала обрели медиатора, но, наверное, девчонке, вам уже практиковаться надо. Не слушаю вас. Для обойти кто-нибудь из родного медиатора, и мы потом Веру с Оксаной разделим. Присоединяйтесь, у нас идет вы меня. Занятие. Да-да, присоединяйтесь, пожалуйста, Марина Юрьевна, в занятие. Сейчас, уже идет, я вам отправляю приглашение. Я буду Верой. Просто мы сбились по времени, наверное, ничего страшного. Хорошо, а как сидеть тогда с Оксаной? Сегодня, да, идет занятие. Присоединяйтесь, оно еще будет идти по 5 часа. Хорошо? Так, уже наступило 14? Не-не-не, 12 в Москве. 12 в Москве, извините. Подключайтесь. Хорошо, да-да. Итак, Марина, помина, присоединяйтесь немножко попозже. Кто желает попрактиковаться? Ширин, а вы можете быть рассерженным клиентом? Да, она сказала, а я Мера. Вы готовы, прекрасно. А вы будете Мера. Тогда медиатором остается Юлия Васильевна. Давайте, Юлия Васильевна. Чем больше практик, тем легче сдать экзамен. Я вас и поздравляю. Давайте. Единственное, что здесь как бы невидимый медиательный. Здесь вся роль врача находится. Медиатор. Я не могу сказать, что будет. Как сказать? С чего начнем? В принципе, вы сейчас дириживаете всей игрой. Вы нам даете право высказаться. Говорите, да, Юлия Васильевна? Говорите, пожалуйста, что нам с Шириной делать? Я просто хочу уточнить, то есть это уже вышло за пределы поликлиники, да? То есть это врач не стал обслуживать. Ну, я говорю, Русь Георгиевна. Нет, при каких обстоятельствах появляется медиатор? Или все только начинается? Медиатор, уточненько, уточненько. Или это происходит в клинике во время приема? И тут приходит медиатор. Или, значит, услуга оказывается, но доставляется, первый вариант, доставляется организации, чтобы я платила. Второе, значит, услуга не оказывается и выясняется уже потом в целом отношении между врачом. Степень хотят понять, да? Да, то есть что произошло на какой стадии? То есть услуга отказана или услуга не отказана? На самом деле это сейчас не так принципиально. Самое главное, что конфликт-то возник. С одной стороны, я как врач-донтист поставил положение, когда надо обслужить конфликтную пациентку. То есть она уже пришла, вот он пишет, то есть клиентка Оксаны уже пришла к вам? Да, предположим, что Оксана... Да, он уже сидит, а вот здесь медиатор в соседней комнате, штатный медиатор или приглашенный медиатор, штатный медиатор, амбутсмен, который специально регулирует конфликтную ситуацию. Что бы вы нам посоветовали? Может быть, действительно, мне нужно взять и сделать, несмотря ни на что, вплоть до того, чтобы купить необходимые стоматологические материалы за свой счет? А может быть, надо дать отпор этому взорвавшемуся, в кавычках, клиенту Оксане и выпроводить на улицу? Дать отпор. А может быть, надо поставить на место веру? Ну и самое неправильное. А вера это вообще? Нет, вообще, вообще, роль медиатора должна была по идее веру. И здесь появление медиатора из соседней комнаты как-то, мне кажется. На самом деле, Юлия Васильевна, ситуация неисколько не искусственная, поскольку многие конфликты становятся многодневными. Даже вот такие быстро проистекающие. Ну хорошо, в конце концов, сделали, оказали мы эти стоматологические услуги Оксане с определенными издержками. Теперь возник вопрос зависшего счета, перерасход материалов. В поликлинике, поликлиника, вера, отчитывается, смену. Это у... Нет, вы сделали, допустим, на свой страх влезь. Это реальный, да. Но получили такую угрозу, что с моей месячной зарплаты будет высчитано, например, 20% на стоимость вот этой стоматологической операции. Мне непонятно, почему реально сделали, если не поликлиника виновата, да, то есть виноваты те, кто застраховали. То есть реально выбрали такой... Да, выбрали такой не совсем выгодный таблиник. Юлия, пожалуйста, послушайте нас. Вот я возмущена тем, что Георгий абсолютно не хочет понять меня, что зубы мои. Это мои зубы, это мое здоровье. Почему я сейчас должна свое здоровье подвергать сомнению, когда в вашей поликлинике, ну, в данном случае Георгий, уже оплачено все лечение от начала до конца. На каком основании сейчас он будет портить мое здоровье? У него что, он мог денег, чтобы потом восстанавливать его? Вот я хочу, чтобы вы разобрались и дали мне помощь, поддержки Георгий. Выполнить все это, на самом деле, все это красивые слова, уважаемая Оксана, но вы не желаете меня слушать. Я зато, какой же вред мы вам причинили, если наоборот оказали стоматологическую услугу с наивысшим качеством, которое только возможно. Георгий, вы бы себе себе таких материалов поставили, вот вы бы себе такое сделали, почему вы мне это предлагаете? Вы себе же такое бы не сделали. Но дело-то в том, что не я выбирал полис добровольного медицинского страхования, а ваша организация, счастливее. Разговор не о том, чтобы выбирался полис, Георгий, вы мне поставили некачественный материал. Уважаемые участники конфликта, можно я...